Нет в нашей стране человека, который не знал бы сказок про курочку-рябу, колобка, братца Иванушку с сестрицей Аленушкой, не читал бы рассказ «Четыре желания». Все эти и многие другие, также хорошо известные всем сказки «Рассказы и приполудки», одни сочинил, другие пересказал Константин Дмитриевич Ушинский. Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Константин Ушинский. Учитель русских учителей». Родился Константин Ушинский 3 марта 1824 года в старинном русском городе Туле. Отца Константина звали Дмитрий Ушинский. Он был офицером в отставке, участвовал в отечественном дне, принадлежал к классу мелкоместных тварян. Мать Константина звали Любовь Ушинская. После того, как отец получил назначение на судейскую должность, семья переехала в Новгород-Северский, где и прошли детские и юношеские годы будущего педагога. В 12-летнем возрасте Константин остался без матери, которую любил безмерно. Эту любовь и светлую память о ней Ушинский пронес через всю жизнь. Именно мама отдала сыну первые уроки, и когда его отправили в гимназию, то сразу зачислили в третий класс. Много лет спустя Константин будет с благодарностью вспоминать весь педагогический коллектив гимназии, включая и директора. Ушинский говорил, что они были настоящими педагогами, увлеченными своим делом и, самое важное, беззаветно любили детей. В 1854 году Константин Ушинский устроился на работу в Гачинский и Сиротский приют. В этом учебном заведении учились будущие чиновники министерств и департаментов. Институт был известен своими строгими порядками, малейшая оплошность убежалась на наказывать. В начале Ушинского приняли на должность преподавателя русской совместности и права, но через 6 месяцев он перешел к инспекторам. За все время, что Константин трудился в этом институте, он смог полностью изменить саму суть воспитательного процесса. Больше не было ни воровства, ни клевств, ни сухого канцеляризма. Ушинский очень любил детей и переживал, когда видел, что ребенку трудно учиться. Как педагог он хотел, чтобы ребята с удовольствием получали знания и изучали материал по интересным учебникам. Константин Дмитриевич написал и издал замечательные книги «Родное слово» и «Детский мир». Это были первые в России общедоступные учебники для начального обучения детей. Книги, понятные всем детям. В первый раз книги Ушинского «Родное слово. Детский мир» были напечатаны более 100 лет тому назад. По ним учились многие поколения наших родителей. В своей книге Ушинский поместил сказки. Некоторые из них он слышал в детстве и теперь пересказал, а некоторые придумал сам. Он сочинил рассказы о том, что близко детям, что окружает их в повседневной жизни. О животных и птицах, явлениях природы, о самих детях, об их занятиях и играх. Книги Ушинского открывали детям большие и маленькие тайны огромного мира, в котором они только начали жить и в котором было так много незнакомого, непонятного, таинственного. А главное, они открывали самую большую тайну, в чем радость и счастье человека. Из рассказов и сказок Ушинского всем было ясно, что счастливым бывает только добрый, честный и трудолюбивый человек. Он рассказал детям о том, что хлеб, который они едят, одежда, которую они носят, дом, в котором они живут, все это дело рук людей. И поэтому самый нужный, самый уважаемый человек в обществе – труженик, крестьянин, ремесленник и рабочий. Нынешние дошкольники читают и любят рассказы и сказы Константина Дмитриевича Ушинского. И можно с уверенностью сказать, что эти рассказы и сказки будут читать и любить еще много-много новых поколений, потому что всегда у людей будет в почете труд, знание, честность и доброта. Предлагаю вам послушать рассказ Константина Ушинского, как рубашка в поле выросла. Видела Таня, как отец ее горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зерна и спрашивают, что ты, тятя, делаешь? А вот сели ног, дочка, вырастет рубашка тебе и Васютке. Задумалась Таня. Никогда она не видела, чтобы рубашки в поле росли. Недели через две покрылась полоска зеленой шелковистой травкой. И подумала Таня, хорошо, если бы у меня была такая рубашка. Раза два мать и сестры Таня приходили полоску полоть и всякий раз говорили девочке, славная у тебя рубашечка будет. Прошло еще несколько недель, травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. У братца Васи такие глазки, подумала Таня. Но рубашечек таких я ни на ком не видала. Когда цветочки опали, то на их место показались зеленые головки. Когда головки забурили и подсохли, мать и сестры Таня повытергали весь лен с корнем, навязали снопиков и поставили их в поле просохнуть. Когда лен просох, стали у него головки отрезывать, а потом потопили в речке безголовые пючки и еще камнем сверху завалили, чтобы не всплыл. Печально посмотрела Таня, как ее рубашечку топят. А сестры тут ей опять сказали, славная у тебя, Таня, рубашечка будет. Недели через две вынули лен из речки, просушили и стали колотить. Сначала доской на гумне, потом трепалом на дворе, так что от бедного длина летела кострико во все стороны. Вытрепавшие стали лен чесать железным гребнем, пока не сделался мягким и шелковистым. Славная у тебя рубашка будет, опять сказали Таня сестры. Но Таня подумала, где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку. Настали длинные зимние вечера. Сестры Таней надели лен на гребни и стали из него нитки прясть. Это нитки, думает Таня, а где же рубашечка? Прошли зима, весна и лето. Настала осень. Мать установила в избе кросну, натянула на их основу и начала ткать. Забегал проворно челнок между нитками. И тут уж Таня сама увидала, что из ниток выходит холст. Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу растилать. А весной растилали его по траве на солнышке и впрыскивали водой. Сделался холст из серого-белого, как кипень. Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек. Принялись сестры рубашки шить и к Рождеству надели на Таню и Васю новые белые, как снег, рубашечки. Рождеству надели на Таню и Васю и получи кухню. Субтитры подогнал «Симон» Рождество